Про предпринимателей, про предпринимательство. Большинству эта тема предпринимательства, бизнеса, интересна начинающим, опытным предпринимателям. У них уже есть бизнес, у них стоят конкретные, практически реальные проблемы. Проблемы роста, проблема нехватки клиентов, проблема персонала, проблема расширения, проблема нехватки денег, маленькая прибыль, делегирование. То есть у них есть конкретные, практические проблемы. И мне не интересно в общем о принципах предпринимательства, потому что они все это знают, они все это применяют в своей ежедневной практике. А вот начинающие, те, кто работают на наемной работе, я был такой же, Я долгое время работал на наемной работе и вообще не имел представления. Хотя вокруг меня были предприниматели и знакомые предприниматели, но у меня все, что это какой-то космос, это что-то, это какое-то космическое действие. Что предприниматель, значит он где-то взял какой-то что-то, у него был капитал, и он как-то это что-то, как-то вот у него возникло это дело. Вообще, как туда залезть? Я не понимал, я ничего не знал, я работал на наемной работе, все читал, покупал эти книжки, Киосаки, Брайан Тресси, все читал их. Ну вот я вот в рубе, в красной жилете, в какой-нибудь кепке или зимой в шапке, сижу в свободное время на тепловозе, внутри тепловоза или рядом там с тепловозом, где-нибудь там на какой-нибудь железке, на железной дороге, и сижу читаю какого-нибудь трансерфинг, Брайан Тресси, все, как увеличить, 7 правил каких-нибудь счастливых людей, 8 навыков суперспособности, ну вот из этой вот все вот это читал. Как инвестировать, Киосаки, как вложи в один дом, и мне вообще это не приближало, ну вот ни на грамм, вот эти книжки. Единственное, что надо мной всегда смеялись, говорили, что что ты там читаешь, типа вот у нас работа, зарплата, аванс, а я постоянно с книжкой, какой-нибудь книжкой, вот какой-то такой вот книжный маньяк. Тогда не было смартфонов, я читал печатные книжки. То есть я все читал, все искал, какой-то ключ, какую-то золотую, что-то мне скажет. Читал о них и ни хрена ничего не делал. Потом в какой-то момент вот эта вот чаша уже переполнилась, сама жизнь перестала меня устраивать. На горизонте возник мой друг, который мне показал какую-то другую жизнь, потому что вот он мне показал, вот посмотри, вот я успешный предприниматель, хотя он мне на 4 года младше, вот я, можно вот так вот зарабатывать. И вот ты вот этого хотел, вот ходить в оранжевом жилете и там по выходным ездить диджеем работать. Ты вот этого хотел? И вот как-то вот все вот это вот на меня нахлынуло, какие-то проблемы в семье, и я ушел в свободное плавание, открыл ИП, я думал, что надо зарегистрироваться, открыть ИП, стал гуглить, как стать предпринимателем, наткнулся на школу Юрия Мороза, подписался на его рассылку, стал читать, потом даже приобрел какой-то небольшой дешевый его курс и стал делать какие-то действия. То есть первое, что я открыл ИП, это уже как бы у меня в голове какой-то знак, что я открыл ИП, я у ИП, вот получил это свидетельство. Хотя оно вообще не приближает никак, открытие ООО или ИП никак тебя не приближает к созданию собственного бизнеса, собственного дела, хоть небольшого, хоть какого, вообще никак, вот просто никак не приближает, не приближает, вообще просто. Но в тот момент это был знак какой-то, вот как бы ты сам себе поставил, что ты ИП, вот. И потом я вот открыл ИП, что-то стал делать, что-то какие-то, что-то пробовать, как-то вот и внешне поменялся, ну и в общем я окунулся в эту пучину предпринимательства. В результате долгих лет экспериментов предпринимательство для меня было такой как бы ломкой школой жизни. Я как бы жил в тепличных условиях, в том плане, что тепличных работа, да у меня есть, мне не надо выдумывать, что мне делать. У меня есть работа, у меня есть подработка, я что-то пытался как бы свое, там вот был, в свободное время работал диджеем на свадьбах, купил аппаратуру, одну, вторую, колонки, обучал еще каких-то диджеев. У меня было все нормально, то есть у меня работа, я учился заочно в институте. То есть все было понятно. Пришел здесь инструкция, здесь мы обсуждаем, ты начальник, я дурак, кто хороший, кто плохой, Жириновский, там Путин, мы все хорошие, мы работяги, мы хорошие, все вокруг, все начальники, все они недалекие, вот если бы нас поставили, и все, страна бы процветала, и вот наше депо железнодорожное. То есть все было понятно. И когда я вырвался от этого, вырвался в плане источника получения дохода, я остался, у меня остался один источник дохода, я уволился с работы, вот мои вот эти свадьбы. У меня были ведущие, которые меня постоянно давали заказы, постоянные стабильные. Я работал диджеем на колонках, на пятницу, субботу, постоянно какие-то свадьбы, летом, летом, среда, четверг, пятница, свадьбы, свадьбы, юбилеи, детские потом праздники. Вот я на этом стал жить, и параллельно создавал там агентство по праздникам. Наломал кучу дров, там открыл офис, баннер, вплоть до того, что я там жил в этом офисе огромном, сделал ремонт там, думал, что вот сейчас пойдут клиенты. То есть разбирался с тем, как получить клиента. ИП вот это вот, за ИП платил, потом, потом перешел в банальную сферу, вот сфера услуг, услуг, бытовых услуг, ремонт компьютеров, ремонт квартир, сантехники. И тогда вот пошли деньги, пошли деньги, когда банальщина началась, когда стал делать такие вещи, которые нужны людям. Конкурентная область, где есть прибыль, где есть спрос, огромный спрос. Пошли деньги первые, и более-менее там за несколько лет это все выросло в фирму, какие-то обороты пошли. То есть вот с этого, но началось все с того, что у меня было представление о предпринимательстве. И у всех наемных, рабочих, работников, менеджеров, представление о предпринимательстве, как о чем-то таком, что вот у тебя есть бизнес, вот как типа корова какая-то, и вот ты ее постоянно доишь. Все. О, у него есть бизнес, вот бизнес приносит сотку там. А теперь я понимаю, что такое бизнес приносит сотку. Я понимаю, что такое бизнес приносит сто тысяч чистыми прибыли. Чтобы, я понимаю, что чтобы вывести с нуля бизнес без денег, путем экспериментов, постоянных экспериментов, вырасти до ста тысяч, то есть нужно как бы, ну, если ты нулевой уровень, то ну хотя бы пару лет там. А теперь я понимаю, что такое. Раньше и у большинства вот работников, у них понимание такое, что есть бизнес, он приносит, вот есть сайт, он приносит что-то, он сам по себе работает. Теперь я понимаю, что бизнес не работает без внимания, он просто не работает. Либо он работает плохо, либо он, да и даже большой бизнес, не работает без внимания. То есть, внимание предпринимателя постоянно на его детище. Постоянно улучшение рост, 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 рост. По-другому никак. Это не нечто стабильное. Это не какой-то камень, который просто приносит деньги. Как вот в сказке копытцем олень делает копытом об землю и деньги идут. Все, вот стабильно. Все. Пожалуйста. Нет. Бизнес это дело, это механизм, который приносит прибыль в результате решения каких-то общественных проблем. В обществе у людей есть какие-то проблемы. Предприниматель видит эту проблему, создает механизм по решению этих проблем, участвует в этом механизме, он выполняет какую-то функцию. У предпринимателя, конечно же, очень много функций. То есть, если я был наемным рабочим, я просто выполнял инструкцию. Да, у меня была куча начальства, у меня постоянно были какие-то проверки, потому что я работал в области движения поездов. Постоянно меня проверяли, мне должно быть здоровье, голова хорошо работать, память и выполнение инструкций. все. Мне ничего не надо было выдумывать. От меня, мне было просто, вот, мои руки, ноги, моя голова, все, моя речь. Я продавал свой труд за деньги. У предпринимателя, конечно, гораздо шире. Он должен быть, в первую очередь, предприниматель должен понимать, что такое продажи, что такое клиенты, откуда они берутся. В каждой сфере, в услугах, в больших, в мелких, в средних чеках. Принципы продажи немножко разные. То есть, в общем, в общем, надо продать. То есть, продажа, это всегда манипуляция, абсолютно, это тонкая, тонкая такая манипуляция, создание образа, создание работы с клиентом. Вот это, но это манипулирование с помощью текстов, слов, общения с клиентом, предоставления информации ему. Есть шаги. Предприниматель должен быть продажником. То есть, он должен уметь сам продавать. Это не значит, что он должен уметь обзванивать всех и предлагать. Нет, ну, в некоторых бизнесах на холодном обзвоне построены некоторые бизнесы. но предприниматель должен быть в первую очередь продажником. Он должен уметь продавать. Потому что, если он не умеет, если он не понимает, откуда приходят клиенты, если он не понимает, как вообще получить клиента, то он никогда не сможет создать систему, он никогда не сможет донести до своего персонала, что им надо сделать с этим клиентом. А когда предприниматель понимает эти шаги, он видит, он может четко поставить задачу, описать какие-то функции. То есть, он должен уметь продавать он должен уметь быть маркетологом то есть должен изучать рынок он должен какие-то основы рекламные должны быть у предпринимателя работа с персоналом то есть стать лидером обязательно стать отцом отцом для своих для своих хоть два человека хоть три хоть сто человек должен быть лидером отцом который говорит людям мы идем туда-то мы я знаю что мы идем вот в эту сторону мы идем к светлому будущему вы со мной пошли я знаю что делаю мы идем мы увеличиваем мы идем к светлому будущем только так по-другому не работает то есть он должен уметь он должен стать лидером он должен управленцем работать с персоналом он должен уметь контролировать он должен работать со статистикой предприниматель предприниматель должен должно быть такое чутье куда в какую сторону повернет куда идти пути куда идти что делать дальше всегда должны должен быть вопрос что мне делать дальше то есть вот такой вот футуролог то есть вот столько много качеств в одном предприниматель и конечно же бизнес это а не что-то статичное. Вот об этом мне хотелось бы поговорить.